А теперь о спорте. Уральский Трубник продолжает борьбу в чемпионате России. После проигрыша на своем поле Архангельскому Воднику команды сравняли счет в серии. Теперь он 1-1. Отмечу, игры в серии плей-офф проходят до трех побед. Почему Трубники потерпели поражение, выясняли наши корреспонденты. На домашнем поле команда Уральский Трубник встречает гостей из Архангельска. Уже на 10-й минуте Водник открывает счет, но хозяева быстро сравнивают результат. Возможно, благодаря поддержке болельщиков ответный гол в ворота забивает полузащитник Трубника Вячеслав Маркин. Весь первый тайм игра, что называется, держала болельщиков в напряжении. Серии удачных бросков совершают как хозяева, так и гости. В итоге на перерыв команды уходят с небольшим перевесом в сторону Водника. Болельщики надеются, что Уральский Трубник соберется и победа останется на нашей стороне. Будем, я хоть раз за 10 лет пришел, хоть бы не выиграли, подарок не заделали. Ребята соберутся и, я думаю, что должны выиграть. Я просто в этом уверенно надеюсь. В этом году вообще юбилейный год для команды. Я думаю, что она не должна подвести своих болельщиков и сделать все возможное, чтобы быть на самой возможной точке пьедестала. Однако во втором матче надежды болельщиков тают. В ворота Уральского Трубника летят еще 4 гола. Хозяева же поля совершают серии бросков, но мяч остается за пределами ворот соперника. Если в первом тайме где-то зацепили за результат, пытались что-то сделать, создавать, но и моменты, те же моменты, которые создавали, не могли реализовать. Давали сопернику много свободных зон, чем он и воспользовался. Итоговый счет 2-7 в пользу Водника. Тренер этой команды объясняет, все дело в настрой на победу. Мне кажется, мы сегодня неплохо двигались, неплохо комбинировали. Отсюда, мне кажется, и создали большое количество моментов. Наша сегодняшняя игра, тот настрой, с которым, говорю, еще раз ребята вышли на этот матч, принесло свои плоды. Уже завтра, 14 марта, «Уральский трубник» вновь встретится с командой «Водник». В Архангельске, в родном городе этой команды, они проведут еще две игры. Участник, одержавший победу в трех играх, получит путевку в полуфинал. А потому у болельщиков «Уральского трубника» еще есть надежда на удачный исход для любимой команды. Юлия Томилина, Денис Хромцов, Хроника дня.